ну интересно есть там проход или нет ворота вот они эти старые заброшенные корпуса вид их просто удручающие конечно друзья в этом прекрасном и великолепном месте где от туристов не должно быть отбоя всем привет друзья сегодня выходной день и мы решили выехать и снять для вас очередное интересное видео к нам в гости приехала наша племяшка злата помаши ручкой она сегодня будет помогать нам снимать наше видео ну и также в нашей команде друзья появился еще один помощник вот пожалуйста посмотрите этот помощник нам будет помогать снимать высоты птичьего полета для вас зовут его джоник ну что погнали уважаемые крымские отельеры сейчас я хочу обратиться к вам у вас есть свой отель и он нуждается в рекламе тогда вам к нам можно сделать вашему отелю рекламу в начале видео небольшую рекламку но и также сделать полный обзор вашего отеля на нашем канале пишите нам обращайтесь к нам все сделаем в лучшем виде ждем ваших предложений и все предложения рассмотрим итак друзья совсем скоро наступит лето и начнется сезон летних отпусков все мы с нетерпением ждем сезона летних отпусков все мы хотим в отпуск и все мы хотим к морю также друзья интересно кто из вас собирается приехать в крым летом на море напишите пожалуйста об этом своих комментариях также друзья не забываем подписываться на наш канал все новые зрители подписываемся на и рачкин инстаграм жилье для отдыха в крыму можно найти на любой кошелек можно найти и канал можно найти жилье среднего класса ну и можно также поселиться в отелях элитки да в крыму уже есть отели в которых все включено как за границей но этот отдых конечно стоит очень дорого если честно мы с верой не можем себе позволить такой отдых где в отелях все включено также воды в крыму разделяется на он говорит так ленивый пляжный отдых моря что особо подразумевает валяние тюленем на пляже и купание в нашем прекрасном крымском море также можно в крыму еще провести отдых с пользой пытаясь по различным экскурсиям да этот процесс конечно доставляет много удовольствия и эмоций но от него устаешь но это усталость друзья приятно вы познаете крым познаете его историю видите различные красивейшие места крыма если хотите такой отдых то вам нужно конечно приезжать на своем личном автомобиле и останавливаться в небольших курортных поселках в городах по две-три ночи в одном месте две-три ночи в другом месте передвигаться кто же приезжает в крым без своего автомобиля и хочет помотаться по экскурсиям да это возможно в крыму очень развит экскурсионный бизнес в любом маленьком поселке в любом курортном городе есть экскурсионные бюро частные как побольше так и совсем маленькие также есть частные экскурсии где люди на своих микроавтобусах на своих джипах предлагают горные экскурсии вам ну очень обширно и прекрасно можно провести отдых также есть вид отдыха для людей которые любят более экстремальный и активный вид отдыха что он под собой подразумевает это едем в крым приезжая в крым вы берете палатки спальники котелки различные примусы приезжаете ходите горы живете в горах с палатками опускаетесь с крымских гор к нашему прекрасному морю на побережье ставите палатки либо на территории автокемпинга либо в местах где разрешена установка палатка где разрешена установка палаток извините немножко оговорился возле берега моря в крыму пока еще мало где запрещено ставить палатки море тоже это своего рода прекрасный отдых он подходит как и молодым людям так и людям постарше ну крым в плане отдыха друзья разнообразен напишите какой отдых вид отдыха предпочитаете вы нам ссылочка будет очень интересно почитать ваших комментариях о том что вы предпочитаете пеший туризм экскурсии или наслаждаться на пляже загорать и купаться в море в одном месте где вы остановились не выезжая из курортного города или курортного поселка ну а сейчас к чему я живу но сейчас мы везем вас в то место я раскрою вам небольшую тайну где на южном берегу крыма самое чистейшее море друзья когда мы туда приедем мы вам все покажем все расскажем и вы узнаете куда мы вас везем какой поселок да это небольшой курортный поселок южного берега крыла оставайтесь нашим каналом подписывайтесь пишите нам комментарии мы считаем все ваши комментарии друзья итак вот мы практически доехали до конечной точки нашего сегодняшнего маршрута мы едем в курортный поселок парковая этот небольшой и прекрасный поселок расположен всего лишь в 30 километрах от ялты по трассе ялта севастополь поселок располагает мирному тихому ленному расслаблению на берегу нашего черного прекрасного моря принятию солнечных ванн просто расслаблению и отдыху друзья если ехать со стороны ялты в сторону севастополя поворот на поселок парковая пропустить очень трудно с левой стороны вот увидите остановочка написано и парковая и также с правой стороны указатель парковая 800 метров вот мы поворачиваем по указателю налево и будем уже опускаться в сам поселок парковая значит здесь самом поселке парковая проживает порядка 500 человек людей немного практически все они заняты в сфере туристического бизнеса и оказания туристических услуг как это происходит все люди жители поселка парковая проживают верхней части поселка в нижней части там именно расположены небольшие мини-отели частный сектор который сдается также вот указатель налево резиденция крымский приз это то о чем я недавно говорил это именно отель по типу все включено 5 звезд цены здесь бешеные в сезон порядка 10 и выше тысяч рублей за ночь но друзья это все включено на территории отеля есть различные развлечения бары рестораны бассейн сауны короче куча всего что положено для отеля 5 звезд жилье же здесь в принципе если искать в частном секторе и в мини-отелях сезон не дешевые друзья начиная от двух тысяч чем это мотивирует местные жители и отельеры тем что поселок расположен на южном берегу что море здесь самое чистейшее и также этот поселок расположен недалеко от поселка форос поселке форос находится в госдаче нашего правительства ну мы по этой дорожке сейчас опустимся вниз на набережную и там уже включился друзья и так опускаясь по дороге к набережной дорога была сначала как вы видели не очень здесь же закатан прекрасный асфальт мы едем между двух высоких высоченных заборов за которыми расположены какие-то пансионаты виллы я даже не знаю что это возможно это что-то из министерства обороны или мвд ну а может какие-то другие частные отели и пансионаты да друзья еще одна такая важная информация значит чтобы доехать в поселок парковая попасть сюда вы можете либо на своем личном автомобиле значит двигаясь со стороны ялты в сторону севастополя как я говорил это 30 километров со стороны севастополя сколько километров я вам точно не скажу значит второй вариант как сюда доехать можно если вы без своего автомобиля либо в ялте сесть на автобус ялта севастополь и выйти на остановочки верху на праздник почему там потому что в сам поселок сам поселок парковая маршрутки транспорт не ходит то есть выйти и добираться уже 800 метров вниз вот перед нами как раз за заборчиком въезд пансионат семейного типа парковая телефонов я не вижу но можете посмотреть в интернете какие здесь цены мы уже практически доехали до пляжа и третий вариант как сюда добраться вы можете доехать до ялты до ялтинского автовокзала взять такси в прошлом году по моему это составляло в районе там 200 300 рублей таксисты брали и доехать уже вот сам поселок парковая но вот мы друзья выезжаем на набережную будем здесь парковаться снимать для вас и все вам рассказывать Продолжение следует... Продолжение следует... Пляж Галичный. Мелкая Галичка здесь. Море немножко сегодня волнуется. Видите, какая Галичка мелкая. В принципе, очень удобно. А здесь еще мельче. А здесь еще мельче, действительно. А в море еще мельче. А в море еще мельче. Какое море красивое. Ай! Сладочка, тебе нравится море? Да. А вам нравится море? Мне да. Ну что, пойдем прогуляемся. Смотрите, здесь вот летом, скорее всего, навесы натягиваются. Так что теневая зона будет. И лежаки расставят. Ну да, и лежаки, кстати, расставят. Вот чем можно расценить на пляже. Побросать камушки. Вот Злати говорит, любит больше песчаные пляжи. Злата, почему? Потому что здесь песок можно построить. И мягко. И мягко. И замки построить, да? Ага. Мне тоже больше песчаные нравятся. А вам, друзья, пишите в комментариях. Итак, друзья, что касаемо жилья в этом поселке. Вот, пожалуйста, вашему вниманию объявление и телефончик. Кому интересно, набирайте и звоните. Ну а сейчас мы вместе с вами пройдемся по набережной. Покажу вам эту набережную. Как вы видите, вот здесь такой вот пансионат. Это первая линия набережная. Достаточно оккультуренная, красивая. Раньше на месте этого поселка находилось турецкое поселение. Но в результате сильнейшего обвала территорию этого поселения просто снесло в море. Ну а теперь мы с вами выйдем на верхнюю часть пирса. Посмотрим морько. Покажу вам морько. И вы все увидите своими глазами. Смотрите, это похоже на палубу очень. Доски. Как корабля. Да, как мы с корабля. Надо маски добавить. А здесь виды еще лучше. Ой. Как красиво. Вышло солнышко. И смотрите, цвет морской волны сразу изменился. Красивый такой, бирюзового цвета. На солнышке блестит морько. Штормит. В Парковом очень много пляжных секторов. Так что пойдем сейчас посмотрим, какие там еще есть. Вот я вдалеке вижу, вроде бы там облагороженный пляж. Но интересно, есть там проход или нет. Ворота. Странно, странно. Доступ к воде у нас вообще-то должен быть открыт, но ворота мы видим. Сейчас посмотрим, может быть они открыты, да? Ага. Это частная сенция. Частная? Ага. Ну на пляже должен быть. Ход какой-то. Ход. У нас нельзя заходить на оздоровительные пляжи. Также и на детские. Интересно, этот к какому относится? К детскому или к оздоровительному? Он относится к отелю. К отелю? И закрыто, скорее всего. Ну конечно закрыто. Ну как-то так. Как я вам говорил, друзья, этот поселок очень подходит для тех людей, кто любит валяться на пляже, весь свой отпуск загорать, купаться в море. В этом поселке практически никаких развлечений нет. Но здесь прекрасный, великолепный воздух. Здесь самое чистое море на южном берегу Крыма. Так что, кого устраивает такой тип отдыха, приезжайте, не стесняйтесь, отдыхайте. Мы вместе с вами, друзья, идем гулять по набережной этого поселка. Снимаем для вас, а вы все смотрите и видите своими глазами. Ну и не забывайте писать нам комментарии, пожалуйста. Подписывайтесь на наш канал, все новые зрители. Пляжи здесь преимущественно галечные. Пляжная линия очень протяженная. Пляжи хоть и не широкие, но места на пляжах здесь хватает для всех. Вот здесь присутствует вот такой маленький-маленький пляжик. Не знаю, летом, может, его подцепят, но посмотрите, здесь действительно кристально чистая водичка. Пошли еще кристалл покажем. Нет, дальше не пойдем. Там чуть-чуть. А смотри, здесь мокро. Вдруг мы как съедем прямо в воду, Златочка. Не надо рисковать, надо быть осторожней, аккуратней. Вот мы решили пройтись еще по одному пляжику. Смотрите, здесь намного больше места. Эх, море штормит. Как красиво. А звук какой. Оно, наверное, такое шумное, что меня плохо слышно. А запах моря. Такой насыщенный, йодом пахнет. Не знаю, здесь сосны вокруг, танциты. Вообще, дышится превосходно. На пляже поселка Парково очень любят приезжать коренные жители Ялты. Они приезжают сюда на своем личном автотранспорте, чтобы искупаться в этом чистейшем море, надышаться вдоволь этим прекрасным и великолепным целебным воздухом. Даже сейчас, в марте месяце, вы видите, что некоторые люди приезжают сюда отдыхать здесь, дышать воздухом, наслаждаться и просто проводить свои выходные. Смотрите, здесь летом кафе. Конечно, сейчас оно не работает, но в сезону, конечно, будет работать прямо на набережной. Вот так вот. Да, друзья, конечно, это место очень давно нуждается в уходе, в ремонте, в благоустройстве и реконструкции. За этим поселком, за этими пляжами, за этой набережной нужен уход, нужны хозяйские рачительные руки. Пока со времен Советского Союза здесь ничего не делалось, ничего не реставрировалось и не реконструировалось. Как вы видите, да, перила ржавые, грязные. Но на это мы не будем обращать сегодня внимания, ведь мы приехали показывать вам тот уголок Крыма, в котором очень чистое великолепное море, где прекрасный великолепный воздух. Да, как вы сейчас видите, здесь присутствует и такой пляж. Он весь закатан в бетон. Не знаю, зачем это сделано, какая задумка этого была в советские времена. Но, друзья, тут же в этом месте есть прекрасный и великолепный ландшафтный парк. Да, этот парк старый, за ним давно не ухаживали. Сейчас мы поднимемся по лесенке, зайдем в этот парк и погуляем по нему, и также все вам покажем и расскажем. Это парк бывшего санатория Криворожки-Горняк. А сейчас здесь, на месте санатория Криворожки-Горняк, находится пансионат Парковая. Ну, вот мы с вами и поднимаемся по лесенке. Какая здесь тишина. Слышно только прибой моря. Этот парк небольшой, всего лишь 9 гектар. Но очень-очень даже хороший. Почему он мне понравился? Потому что много деревьев высажено. О, ребенок камушек нашел. Можно осторожно. Осторожно. И вот сосна для гладокамушек. Место для фотосессий. Да, друзья, конечно, этот парк нуждается в очень сильном благоустройстве, в уходе. Но воздух здесь, друзья, честно, ну просто зашибись. Ну, дышится прекрасно этот хвойный запах. Ну, просто отдыхаешь. Совсем недавно мы снимали для вас видео о Портоните, о парке военного санатория Крым. Мы показывали вам парк. И также показываем вам сейчас и этот парк. И в прошлом видео мы видели заброшенные корпуса военного санатория. И тут мы подошли и наткнулись на такие же заброшки. Вот они, эти старые заброшенные корпуса. Вид их просто удручающий, конечно, друзья. В этом прекрасном и великолепном месте, где от туристов не должно быть отбоя. И творится такое, ну, это жалко, друзья. Так делать нельзя. И вот мы подошли к еще одному корпусу санатория. Сейчас мы с вами подойдем поближе и посмотрим, рабочий он или нет. Итак, что мы с вами видим, друзья. Внешний вид этого корпуса такой немножко обвешалый. Но не разрушенный. Так, идем дальше. И видим на дверях, прямо над дверями написано «Едальня». Написано по-украински. Надпись «Старая». Это была столовая. Но корпус, как мы видим, опечатан. То есть, что мы видим? Вывод. Корпус не жилой, корпус не рабочий. Но мы с вами продолжаем гулять по этому парку. Гуляем в надежде найти что-нибудь рабочее, красивое и прекрасное. Что, друзья, вот мы и дошли до цивилизации в этом парке. Прямо с видом на прекрасное, великолепное море расположен вот такой небольшой коттеджик. Я так понимаю, это небольшой мини-отель. К сожалению, на воротах названия этого мини-отеля нет. И также номеров телефонов для связи с хозяевами этого отеля нет. Но вид отсюда, друзья, открывается, ну, просто бомбический. Ну что, друзья, вот вы своими глазами увидели, как выглядит этот парк. Конечно, состояние его ужасное. И хотелось бы, чтобы власти Ялты, потому что у нас этот поселок Парково относится к Ялтинскому горсовету, обратили на это внимание и навели бы здесь порядок. Ну, после такого, будем говорить, нелицеприятного зрелища, я предлагаю вам, друзья, опуститься на пляж к морю, посидеть возле моря и получить небольшой релакс. Как вы видите, здесь на пляжах присутствуют возле береговой линии вот такие вот большие валуны. На них летом очень любят люди отдыхать, загорать, стелят подстилочки и загорают. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Как вы видите, люди здесь занимаются спортом, бегают по набережной, занимаются своим оздоровлением. Ну, а вот перед вами старая лодочная станция. Честно говоря, я не знаю, в данный момент эта лодочная станция рабочая или нет. Ну, вы видите, что, как я вам говорил, в поселок давно не вкладывались деньги. Все здесь такое старенькое, ржавенькое, обветшалое. Но, еще раз, друзья, хочу вам повторить. Мы сюда приехали вам показать место, где самое чистое море на южном берегу Крыма. Где целебный, великолепный воздух, где оздоравливаться можно даже без медикаментов. Просто приезжать сюда, отдыхать, дышать этим великолепным, прекрасным воздухом. И оздоровление само наступит. То есть, побывав в этих местах, вот это место парковое, форос, семиис, которые недалеко находятся. Да, кстати, немножко информации для вас. Многие люди приезжают сюда на своих автомобилях, снимают здесь жилье и питание. Насчет питания. Многие, как я говорю, приезжают и питаются здесь сами. За продуктами они ездят в семиис, потому что там достаточно много магазинов. И семиис находится совсем недалеко от поселка Парковое. Здесь же в Парковом магазинов, ну, очень мало. Или же берите с собой какие-то продукты для готовки самостоятельной. Или же ездите в семиис и покупайте продукты. Конечно, есть здесь несколько кафешек. Но питаться лучше или самостоятельно, или же подходить в пансионат и договариваться в столовой. В мини-отелях, в пансионатах. Ну что, друзья, вот вы посмотрели на нашем канале очередное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Мы вам показали. Это Трайский уголок, это забытый рай. Поселок Парковое. Отдыхать здесь, ну, просто великолепно. Давайте не будем брать в учет то, что парк заброшенный. Ему нужны руки. Что есть заброшенные старые корпуса санатория. Приезжайте отдыхать сюда, приезжайте сюда оздоравливаться, приезжайте купаться. И я еще раз хочу вам напомнить, что отдыхать здесь именно для ленивых. Для ленного, неспешного отдыха на море. А на этом мы хотим с вами на сегодня проститься. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии. Приезжайте в Крым. А за нашей спиной, друзья, находится еще один поселок. Это поселок Кострополь. И его увидим в следующем видео. Всем пока.